Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в восьмой беседе на книгу Бытия говорит в чем же состоит истинный пост все наше попечение добудет о спасении души и о том, как бы нам обуздав телесные похоти совершить истинный пост то есть воздержание от зла ибо в этом и состоит пост и воздержание от пищи принято для того, чтобы ослабить силу плоти и коня этого сделать нам покорным постящемуся более всего нужно обуздавать гнев приучаться к кротости и снисходительности иметь сокрушенное сердце отражать нечистые помыслы и вожделение представлением того неугасающего огня и нелицеприятного суда быть выше любостяжания в милостыне показывать великую щедрость изгонять из души всякую злобу на ближнего своего вот это истинный пост как Исаия говорит от лица Божия таков ли тот пост который я избрал день, в который томит человек душу свою когда гнет голову свою как тростник и подстилает под себя рубище и пепел это ли назовешь постом и днем угодным Господу Исаия 58 глава 5 стих какой же скажи приятный разреши говорит оковы неправды раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных веди в дом и когда это сделаешь тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет стихи 6 и 8 здесь же видишь возлюбленный в чем состоит истинный пост такой-то пост будем совершать а не станем безрассудно как толпа ограничивать свой пост тем чтобы только пробыть без пищи до вечера не это главное но то чтобы с воздержанием от брашен соединили мы и воздержание от вредного для души и показали великое усердие в духовных делах постящемуся надлежит быть сокрушенным смиренным кротким тихим презирающим славу настоящей жизни как презрел он удовольствие жизни так и должен презреть и суетную славу и взирать только на того кто испытывает сердца и утробы с великим усердием творить молитвы и исповедания пред Богом и сколько возможно помогать себе милостынею это это особенная добродетель может изгладить наши грехи и исхитить нас от гиенского огня только бы мы подавали милостыню щедро и не на показ людям и что говорю не на показ если рассудить хорошо то мы нам надлежало бы творить милостыню уже потому одному что она дело доброе и сострадание к нашим братьям а не ради обещанной владыкой награды но так как мы не в состоянии мыслить возвышенно то будем творить милостыню хотя и за награды отнюдь впрочем не ища славы от людей чтобы нам сверх растраты денег не лишиться и награды будем же соблюдать это не только в милостыне но и во всех духовных делах чего не станем делать из-за людской славы потому что не будет нам никакой пользы ни от поста ни от молитвы ни от милостыни ни от других каких дел если мы станем делать их не ради того единого который знает и тайное и скрытое во глубине души нашей ибо если от него ожидаешь ты воздаяния то для чего хочешь чтобы хвалил тебя подобный тебе человек и что говорю хвалил часто он не только не хвалит но еще и порицает тебя ибо многие так злонравны что и добрые дела наши толкуют превратно и так для чего скажи мне высоко ценишь ты неверный суд этих людей но от не усыпающего того ока никакое действие наше не сокрыто помышляя об этом мы должны строить свою жизнь с такой осторожностью какая прилично тем кому скоро предстоит дать отчеты в своих словах и в делах и в самих помышлениях и так не станем пренебрегать своим спасением нет ничего равного добродетели возлюбленной она и в будущем веке исхитит нас от гиены и удостоит наслаждения царствия небесное и в настоящей жизни ставит нас выше всех злоумышляющих нам делает сильнее не только людей но и самих демонов и врага нашего спасения то есть дьявола и так что может сравниться с нею когда она творящих ее делает выше не только злонамерных людей но и демонов а добродетель состоит в том чтобы презирать все людское ежечасно помышлять о будущем не прилепляться ни к чему настоящему но знать что все человеческое есть тень и сон и хуже даже этого добродетель состоит в том чтобы по отношению к вещам этой жизни быть как бы мертвым даже и по отношению к вредному для спасения души быть бездейственным как мертвый но жить и действовать только для духовного как и апостол сказал и уже не я живу но живет во мне Христос Галатам 2 глава 20 стих апостол Павел почему и мы возлюбленные станем делать все так как прилично облегшимся во Христа и не будем оскорблять духа святаго когда возмутит нас страсть или нечистая похоть или гнев или ярость или зависть тогда подумаем кто живет в нас и прогоним далеко всякий такой помысл устыдимся при изобильной благодати данной нам от Бога и обуздаем все плотские страсти чтобы после законных подвигов в краткой и скоротечной сей жизни удостоиться нам великих венцов и в тот грядущий день страшный для грешников и вожделенный для облегшейся добродетелю и получить незреченные те блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков Аминь